Продолжение следует... Я хочу вам пояснить. До Иоанна Крестителя никто никогда не имел такого образа мышления. Представляете себе? Никто до Иоанна Крестителя не учил о Царстве Божьем. Все пророки, они только возвещали о приходе Мессии. И вот единственный старозаветний пророк, который выполняет самую великую функцию среди пророков, уже то, что мечтали видеть эти все пророки, о чем они пророчествовали, он должен нести другое послание, он должен иметь другой образ мышления, который будет нести другое послание, которое не звучало до него. Представьте, в какой оппозиции образа, какой конфликт был в образе мышления Иоанна. Ведь до него никто не учит о Царстве Божьем, ведь до него никто не говорит то, что ему приходится сейчас говорить. Что делает Бог? Бог забирает, Бог отделяет Иоанна Крестителя от всех других, давайте я буду нашим языком говорить, конфессий, динаминаций, от всех других образов учения, которые повлияют на него, которые будут приносить ему сомнения, которые будут давить на него, которые будут противиться того, то, что формирует Бог в образе мышления Духом Святым. В Иоанне Крестителе он его для этого отделил, он для этого его послал приготовить путь. У него есть миссия, и Бог из этой миссии, из этого послания, в которое будет погружен потом Иисус, его Сын, прежде чем он будет дальше возвещать о Царстве Божьем. Бог берет Иоанна Крестителя и отделяет, отделяет для того, чтобы все видимое не повредило, потому что образу его мышления, это сильнейший конфликт, это сильнейшая внутренняя борьба, это ты один против всех, все тебя не понимают, потому что у них совершенно другой образ мышления, и Богу нужно было удерживать Иоанна Крестителя, отделив его. Я сейчас покажу вам одну маленькую концепцию здесь. Я увидел, что все люди, которые начинают быть просвещены мышлением Царства Божьего, они будут переживать, может не так, как Иоанн Креститель, но они будут переживать этот момент, когда ты чувствуешь себя, что ты один. Ты не одинокий, потому что одиночество и быть одним, это не одно и то же. Есть такое lonely and alone, английское слово lonely and alone. Lonely – это когда ты вообще без никого, а alone – это когда ты как бы сам, то есть без людей вокруг тебя. Мы не оставлены Богом, потому что мы соединены с Духом Святым, мы не должны ощущать чувство отверженности, потому что отверженность не изнутри, мы можем переживать отверженность извне, потому что люди нас не понимают, и мы можем проходить некие моменты в нашей жизни, периоды, сезоны, когда Бог нас как бы прям вот вы чувствуете, что как вы белая ворона, знаете, ну не переживайте, не переживайте, позвольте Богу сформировать вас внутри и укоренить вас для того, чтобы потом поднять вас и через вас повлиять, повлиять. Не чтобы на вас влияли, но вы становитесь закваской, которая начинает квасить все. Вот этот момент созревания, иногда мы проходим одиночество такое, как нас не понимают, и мы чувствуем себя как белая ворона. Это нормальный процесс, не смущайтесь, потому что Бог вас приведет в состояние для того, чтобы теперь влияние через вас происходило. Не люди на вас влияют, а вы влияете на людей, потому что не тесто влияет на закваску, но закваска квасит все тесто.